Я так рада, что ты пригласил меня. Дорогой, мы уже много лет вместе, знаешь, я поняла, что я хочу перейти на следующий этап. Я хочу замуж. Илья, я тебе говорила, ты можешь аккуратнее вести машину, если ты обо мне не думаешь, что подумай хотя бы о детях, ты понимаешь, мы же не одни. Мне мама говорила, не выходи замуж за него, не выходи за него, убраться, почистить все, помыть. А что в ответ? Шубы, машины? Нет, нет, 30 тысяч рублей приносишь и все. Мы расстаемся. Хватит! Да, друзья, в жизни каждого из нас наступает момент, когда рождаются дети, берется ипотека. И место в гараже двухместного купе занимает большой семейный кроссовер. Сегодня у нас именно такой экземпляр в рубрике «От покупки до продажи» новый герой. Это Volvo XC90. Бывший владелец этого автомобиля приобрел у нас Range Rover Sport, а свою Volvo сдал в зачет. Что я могу рассказать про нее? Машина 2008 года с пробегом 210 тысяч километров. Мотор D5 на 185 лошадиных сил и объемом 2,4 литра дизель. Автомобиль имеет всего лишь двух собственников по ПТС, что удивительно для 10-летнего автомобиля. Но с другой стороны это нормально для автомобилей Volvo, потому что зачастую люди прикипают к ним. На автомобиле нет ни одной крашеной детали. И с одной стороны это плюс, а с другой стороны минус. Так как на кузове есть множество сколов, царапин, очагов коррозии, проблем с хромом, с фарами. И вообще, в принципе, есть ощущение, что подготавливая этот автомобиль по полной программе, так как мы это делаем обычно, мы можем не поместиться в рамке выделенного бюджета. Так как автомобиль зашел к нам за определенные деньги и есть определенный лимит на вкладку по нему. А нам надо решить вопросы не только косметического характера, но и технического. Volvo XC90 довольно популярна на вторичном рынке, этому есть объяснение. Во-первых, модель считается достаточно надежной, комфортной, респектабельной. Ведь недаром автомобиль продержался на конвейере целых 12 лет. Обычно это ограничивается 7-8 годами. Да и в принципе, если так рассудить, то имея бюджет 700-800-900 тысяч рублей и желая купить большой дизельный кроссовер, выбор будет не столь велик. И на фоне остальных конкурентов, Volvo, конечно, может проигрывать в плане какого-то современности дизайна, светодиодов, каких-то модных опций, такими, как могут похвастаться корейцы. Но Volvo это, знаете, такое спокойствие, сбалансированность на ходу, комфорт. И, наверное, для многих играет большую роль имидж Volvo как супербезопасного автомобиля. Поэтому, как раз, если дело касается семейных людей, то они рассматривают Volvo еще и как один из самых безопасных автомобилей в своем классе. Ну и прежде чем ехать в сервис, стоит сказать, за сколько зашел ко мне этот автомобиль. Входная цена 590 тысяч рублей. Живые экземпляры продаются на рынке в пределах от 650 до 850 тысяч. Поскольку я собираюсь подготовить этот автомобиль к продаже основательно, то и просить буду по верхней планке рынка, то есть в районе 800 тысяч рублей. На предпродажку планируем потратить в районе 60-80 тысяч рублей. Надеюсь, мы поместимся в эти цифры и все-таки получится что-нибудь с этой старушкой заработать. Получится или нет, следите и смотрите это видео до конца. А мы поехали. Мы приехали к нашим друзьям в сервисный центр Билл Прайм. Ребята занимаются обслуживанием и ремонтом автомобилей Volvo. Давайте проверим, в каком же техническом состоянии находится наша героиня. Редактор субтитров А.Семкин В общем, подводя промежуточный итог, со слов мастера автомобиль, Хоть и старенький, с большим пробегом, но вполне себе живой экземпляр. Ну, позаниматься, разумеется, есть чем. Сейчас обсудим подробнее. Александр, руководитель сервиса Bill Prime, сейчас расскажет нам о состоянии нашего экземпляра Volvo, нашей XC90. Ну, что хотелось бы вообще в целом про автомобиль XC90 сказать? То, что машина достаточно надежна, и здесь при диагностике мы не увидели каких-то таких форс-мажорных обстоятельств, которые для данного автомобиля, его пробега возраста не характерны. Все совершенно стандартно, есть моменты предсказуемые, есть моменты, которые возникают так или иначе на любом автомобиле при пробеге возраста. Да, все-таки 200 тысяч, если это не мало, как ни крути. Вот, есть моменты, наверное, которые в первую очередь имеют смысл, на которые обратить внимание. Ну, один из таких это ремень ГРМ. Имеет определенный срок, регламент замены. Здесь мы таких отметок не увидели. Наверное, он когда-то менялся, наверное, имеет смысл в этот момент уточнить. То есть, надо уточнить, менялся ли ремень ГРМ. Вот, а следующий момент, это, ну, в силу того, что все-таки одна из фишек Volvo, это безопасность. У нас здесь есть элемент, ну, так называемый кольцовый сажатель, который неисправный. Это на рулевой колонке, вот этот круглый такой даджет. Да, так дарит текстовое сообщение о том, что она неисправна, ну, заувалированная. И поэтому, чтобы и глаза не мозолил, это выличные владельцы, чтобы это как-то не пожал. Ну, вообще, автомобиль с горящей ошибкой какой-то актуально, его довольно тяжело продать. Насколько я помню, еще была проблема с этой тормозной жидкостью, да, она уже такая подошла к концу. То есть, тормозную жидкость давай тоже тогда поменяем. Что еще конкретно по нашему экземпляру? Такие, ну, растрескивание сайлент-блоков, я помню, мастер нашел. Течь амортизаторов. Но это как бы такие вещи, которые на безопасности, на какие-то такие вещи не влияют. То есть, это уже новый собственник решит, что ему менять первостепенно, что второстепенно. Машина не развалится, да, ничего не отлетит, условно говоря. Так, что еще по списку? Масло в коробке, оно темно имеет определенный запах, характерный для этого пробега. Поэтому, опять же, в перспективе нужно за ним следить и лучше поменять. Задний редуктор, он тоже сейчас начинает создавать определенные звуки. А, вот этой такой штучкой с ушами он слушал, это вот интересно, и наблюдал за этим. Ну, в общем, все стандартно, резиночки, амортизаторы. Кстати, стоит отметить, еще мастер сказал, что на автомобиле нет ни одной течи. То есть, он абсолютно сухой снизу, то есть, вот такой один из приятных бонусов, да. Я хочу сказать, что, конечно, если мы сейчас начнем делать полный список рекомендаций, да, не влияющих вот напрямую на безопасность и на дальнейшую, ну, какую-то ближайшую эксплуатацию автомобиля, то из бюджета мы выбьемся совершенно точно. У нас нет здесь заработка в полмиллиона рублей, чтобы мы могли все здесь сейчас разом починить. То есть, мы с тобой сейчас решим основные моменты, которые требуют внимания непосредственно сейчас. А с остальными моментами мы ознакомим обязательно будущего собственника, сделаем необходимую какую-то скидку на какие-то работы. Может быть, вы предоставите скидочку будущему собственнику на какие-то работы, и он уже решит, да, что ему первостепенно делать, что второстепенно. Может быть, он сделает все сразу, может быть, поэтапно. В общем, спасибо Александру. Кстати, у ребят очень интересный YouTube-канал, посвященный ремонту и обслуживанию автомобилей Volvo. Поэтому заходите, подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Спасибо, Саш, большое. До встречи. Простой и недорогой внедорожник, а, соответственно, очень ограниченный бюджет на его подготовку и приведение в чувство. Поэтому в этот раз мы решили не ехать ни в какой модный детейлинг-центр, а приехать к нашим старым знакомым, которым мы и до этого обращались за подготовкой автомобилей. У них нет модной вывески, нет модных зон для встречи клиентов, однако они знают свою работу, и результатом мы практически всегда довольны. Поэтому пойдемте, я сейчас вас познакомлю с нашими друзьями-бородачами, определим перечень работ, по срокам посмотрим, ну и заодно посмотрим о машины, которые у них сейчас есть в предпродажке, а там точно есть на что посмотреть. Пойдемте. Знакомьтесь, ребят, это Рахмат. Привет, Рахмат. Он руководит всей этой студией. Сейчас мы вместе с ним пройдемся по машине, посмотрим все косяки, ну и определим, что будем с ней делать. Поехали. Давай начнем сразу с морды, с капота. Капот в сколах, в пятаках. Его надо красить. Да, давай сделаем под прибор, потому что машина у нас без окрасов. Вообще, да, нету никаких окрашенных элементов, пусть она такой остается. Давай посмотрим по фарам, что можно сделать. Фары надо по-любому восстанавливать, они все в сколах, и я думаю, даже внутри надо. Ну да, надо их будет вскрыть, полирнуть. Бампер, я не знаю, наверное, надо будет сначала полирнуть, посмотреть, что из него выйдет. Вот. Если... Тут притертость есть, и с этой стороны есть притертость. Вот тут вот большая. Ну да, расширитель точно. Расширитель надо, да, это полирнуть, наверное, так устранить. Собирается, да. Бампер, я думаю, надо целиком покрасить, потому что фары восстанавливаем, как вот красим. Ну да, чтобы все монолитно было. Решетки мы заменим, новые привезем. Новые, да, полностью, то есть целиком будет новые. Мне кажется, что это было бы лучше сделать, потому что... Живая морда будет такая. Снизу там еще защита, ее тоже нужно восстановить, она там вся тоже покоцанная. Ее зачистить там, наверное, или там серебрянку покрасить. И все равно, когда там стоишь, ее увидят. Да, да. Дальше пойдем. Диски колесные, их надо отхимчистить. Ну и посмотреть, наверное, их тоже нужно будет покрасить. Потому что тут уже краска вздулась, все это перекрашивает. Ну и, соответственно, суппорта тоже там посмотреть, если их нужно. Если они ржавые, их тоже надо будет всех подкрасить. Зеркала, они тоже все от пескоструйные, они уже, наверное, их не отполировать. Их надо тоже будет покрасить. Вот важный момент. Тут, конечно, по-хорошему, нужно было бы, наверное, бампер новый, но бюджет у нас ограниченный. Нет, менять не надо, его можно восстановить, конечно. Да, вот можно ли тут запаять это все дело? Конечно, да, можно отремонтировать. Нанести такую же краску структурную, подобрать в цвет. И можно вот локально даже покрасить. Было бы прям вообще идеально, потому что не очень у нас много денег на подготовку машины этой. Пойдем дальше. Так, вот важные моменты. Вот этот вот и вот этот вот. Да, пятаки. Вот что с ними будем делать? Целую деталь не хочется красить. Хочется как бы, если получится, переходом сделать. Всю дверь трогать не хочется. Тем более она не крашена, я смотрю. Да, у нас все детали в заводе. Здесь уголок, а здесь, скорее всего, нужно покрасить лестницу из двери. По молдингу, по низу. Будет вообще супер. Ну, посмотрим, зачистим, посмотрим. И помыть надо, посмотреть, как здесь вообще сколы есть. Давай посмотрим теперь салон. Все сиденья надо восстанавливать. Надо их им чистить, надо их красить. Хочется, чтобы прям... Сначала их надо почистить. Да. Тщательно. Да. Ковролин тоже, соответственно, его тут, наверное, никто уже и не чистил. Никогда. Никогда не чистили, да. Вот так мойка была. Сзади. Сзади то же самое. Есть царапины на коже. Их надо тоже закрасить будет. Руль почистить, я не знаю, его, может, и не надо красить. Руль живой будет. Да, и если его зачистить, он замотовеет. И вот это вот уже, видишь, все пошло. Перешивань, да. Тут может покрасить, а вот это перешить или все вместе там нужно сделать. Но если что-то еще скроется, там обсудим. Так, в принципе, общий объем работ понятен. По срокам тогда сориентируй. По срокам, по срокам. Думаю, за неделю управимся. Давай тогда будем на это ориентироваться. Окей, будем на связи тогда. Тогда машину оставляем и, да, на созвоне. Все, спасибо. Смотрите, ребята, какой кабан. Он пока еще в подготовке. Но его сделают, он будет прям огонь вообще. И потом он, кстати, в продажу поступит. Но не уверен, что мы его будем продавать. Но если подождать, то можно его увидеть будет в продаже. Сейчас еще вам один вариант покажу. Тоже не менее достойный. Если вам этот понравился, ставьте лайки. И пошли смотреть следующий. Вот, смотрите, еще какой вариант. Тоже состояние огненное. И тоже его сейчас приведут в чувство. Прям пахнет Мерседесом. Таким старым, трушным. Классная машина. Такая кастрюля. Пойдемте, покажу вам еще один вариант классный. Это Chevrolet Camaro. Правда, он не ребят. Он тут стоит уже очень давно. Мы делали про него пост в инстаграме. Ссылку в описании к видео вы увидите. Ну, просто посмотрите. Он такой офигенный на расширителях. С какими-то мега тормозами. Такой интересный вариант. Но при этом неизвестно, где его хозяин. И что с ним дальше будет. Просто стоит и умирает потихонечку. В общем, если машины понравились, ставьте лайки. Смотрите дальше видео. По машине, по нашей мы уже все проговорили. Сроки определили. Так что следите. Приехал к ребятам посмотреть, как идет процесс. А они уже успели скинуть бампер, успели скинуть капот, фары. Пойдемте посмотрим. Короче, приехал к ребятам для восстановления фар на нашу Вольво. Мы к ним уже обращались. И вы их могли видеть в предыдущих выпусках. Ссылка будет на них в описании. А сейчас мы фары вскроем, отполируем, восстановим. Они будут как новые. В общем, смотрите. Будет интересно. Ну а пока ребята занимаются внешкой нашего автомобиля. Мишаня должен был найти на нее решетки радиатора и купить. Давайте глянем, как у него дела. В общем, было непросто. Но я таки нашел нужные решеточки и прикупил их. Давай я покажу сейчас, что я купил. Итак. Решетка, которая идет в капоте. Короче говоря, у нас она была старая, очкоканная, страшная. Вот куплена баушечка, но в идеальном состоянии. Найти ее было прямо очень непросто. Кругом одни обманщики. Приезжаешь все облупленное, обшарпанное. Но в итоге, в общем, нашли идеальный вариант. Поэтому добро. Потом нижняя решеточка вот такая. Пришлось купить новую, потому что в идеальном состоянии мы не нашли. И вот, ребята, это идет. И противотуманка Деппа, которая, не знаю, так или вот так, нет. Вот так будет смотреться в переднем бампере. В общем, сейчас поеду к Жене, отвезу ему все это. Надеюсь, он обрадуется. Понес добро. Прохмат, я смотрю, детали уже подготовлены к покраске. С капота снят верхний слой. Расскажи нашим подписчикам, где что это сделано. Ну, смотри, во-первых, вот эта вот, да, передняя часть, она вся была в сколах. Да, правильно. Да, да. Плюс оно чуть-чуть там все-то уже заствело уже, как лежачно, как вот пошла. Ну, плюс сколы здесь, ну, по всему какому-то тоже были. Если ее замазывать просто чисто шпаклепкой, это со временем проседает. Потому что мы сразу берем, защищаем это за металла, чтобы идеальная поверхность была, потому что не просадок, ничего такого не было. И еще она по прибору получается, как заводская. Да, друзья, есть такой вид покраски в перекупских кругах. Покраска под прибор. Это когда снимается весь слой краски, и на нее капот или там на деталь наносится новый слой. И тогда прибором невозможно определить, красился детальный мир. Соответственно, здесь мы это сделали, но говорить о том, что это заводской окрас, мы не будем. То есть верхний слой был снят для того, чтобы краска легла ровно и, ну, в общем, было все идеально. Со временем никаких просадок тоже не было, да. Сколы это все проседает со временем, а здесь вот чисто металл, ничего не просядит. А вот эта вот часть, ну, здесь тычок был маленький здесь, пришлось чуть-чуть поплевать эти места. А там их нет, большой слой? Нет, небольшой. Прямо чисто наплыл такой, да? Чисто, да, наплыл, чтобы загладить. По остальным деталям. По остальным деталям не все закручиваем. Довольно здесь, но вот покраски осталось поплевать в нижней части, да? Это верхняя часть, нижняя часть матовая идет, а эта в цвет идет, верхняя часть. И расширить расширительный курс наваля. Ну что, начнем? Женя, а что так долго-то вообще? Потому что Рахман у нас долго там динамил, потому что то одно, то другое. Звоним, они там не могут, у них там машин куча, у них очередь. Потом у нас тоже клиенты приезжают, нам нужно машины продавать, свои показывать. В общем, все как-то не складывалось. Там плюс 1 сентября детей в локу, мы все приготовим. Как обычно, вроде, знаешь, планируешь там за 2 недели все сделать, а по факту получается полтора месяца. Короче, да, месяц пролетел незаметно. Да, плюс нужно всех собрать, там всю съемочную бригаду, всех вот этих нужных людей как-то организовать. Следующий матч покуем прям раз и готово. Ну, как бы неделю всего. Ну да. Кислотную хрень, кислотник или кислотный грунт мы положили, потом будет мокрый грунт, вернее он уже был, а сейчас будет сверху база, уже красная базовая слоя. Сейчас у нас есть третий, последний слой краски. Потом уже лад. Значит, последний слой краски уже был нанесен. Сейчас будет класться, ложиться, покрываться лаком и еще потом будет несколько слоев. Сейчас следите. Ну что, Жень, расскажи мне и нашим зрителям, как процесс с Вольву. Что сейчас делается, что происходит с машиной? Ну, у нас сейчас в покрасочной камере находится капот, бампер, расширители. Я так понял, уже покрасили там, судя по всему. Там уже, да, там уже все на финале. На финале. Сейчас там лаком покрывают, и уже будет все готово. По срокам что, затягивается? По срокам у нас сейчас, да, есть проблемы, боль. Ну, блин, тут, как обычно. Пойдем посмотрим машину, тогда пойдем посмотрим вместе тачку, на каком этапе что находится нашли. Слушайте, ну тут, по-моему, работа непочатый край, судя по всему. Смотрю, осталось, дверь осталось покрасить все и собрать ее. Осталось сделать сборку кузова, полировку. И салон. А, еще и салон, еще даже салон не начинали. В общем, в связи с тем, что мы так жестко не успеваем, наверное, нам придется все-таки растягивать эту серию на две. Не успеваем мы показать вам готовый результат, история уже слишком затягивается. Поэтому на этой неделе мы покажем вам эту серию, а продолжение смотрите в следующей. Так что подписывайтесь, не пропускайте новую серию, ставьте колокольчик, ну и лайк, если эта серия вам понравилась. До встречи!